МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кино сегодня было особенно сложно, потому что они всю ночь наблюдали за вручением Оскара. 91-я премия, церемония была в эфире. И ты тоже смотрела? Нет, я спала. Ну, я, знаешь, даже и не собирался этого делать, потому что я знал, что утром все равно все результаты опубликуют. Я, выспавшийся, довольный, буду смотреть их. Ну, и, собственно, приду на работу свежим. На самом деле, вот ты расскажи, чем ты занимался сегодня на работе. По-честному так, признайся. Я честно скажу, что поскольку мы не попали на премию «Оскар», мы решили не пропустить хотя бы нашу российскую премьеру, которая стартовала в Омске 21 февраля. И поэтому мы сегодня купили билеты в кино и посмотрели хороший фильм. Но это только исключительно из рабочих вопросов, только потому что нужно было по работе. И с вами, уважаемые телезрители, мы сегодня обязательно поделимся впечатлениями, именно потому что сегодня в город к нам приехала одна из главных героинь, а также генеральный продюсер фильма «Табол». Поэтому так и звучит наша сегодняшняя тема эфира. Итак, сегодня мы хотим у вас спросить, а вы уже успели посмотреть фильм «Табол»? Либо вы его собираетесь посмотреть? Поделитесь с нами, пожалуйста, в прямом эфире программы «Тот еще вечер». И также мы объявляем наше телефонное голосование. Простой вопрос. Я посмотрю «Табол». Почему? Чтобы сравнить с книгой, потому что все про него говорят. И чтобы поддержать российского производителя. Мы сегодня не запускаем интернет-голосование в нашей группе ВКонтакте, просто потому что тема у нас на самом деле родилась вот буквально сегодня же утром, и мы бы просто не успели, наверное, собрать ваше мнение. Потому что мы сегодня вот буквально только с премьеры пришли на эфир, и гости, которые приехали к нам сегодня, они тоже буквально с самолета только что приехали в Омск и сразу попали к нам на программу. Ну, и поэтому мы бы хотели вас, уважаемые гости, и наши телезрители, спросить ваше мнение. Если вы уже успели сходить на премьеру, или, может быть, планируете, позвоните к нам по телефону 695-644, и либо поделитесь какими-нибудь интересными своими впечатлениями, ну, или задайте вопрос нашим гостям, которые через пару минут окажутся в нашей студии. Ну, вообще, фильм сам по себе, он действительно стартовал недавно, но вот для мечей ведь он носит какой-то особый смысл. Ну, безусловно, конечно. Всё-таки одной из центральных персон в этом фильме является Иван Бухгольц, основатель Омской крепости. И все прекрасно знают о мече, что у нас есть площадь имени Бухгольца, на которой установлен памятник, такой шар, называемый Держава. Как раз-таки на этом месте, ну, по свидетельствам историков, летописцев, да, есть мнение, что там был заложен в Омскую крепость первый кирпич Иван Бухгольц. Ну, а сейчас это место облюбовали свадьбы, то есть сюда приезжают фотографироваться, чтобы на память оставалась одна из главных достопримечательностей нашего города. Но интересно, что вот на этом шаре, который вообще ещё называют пушечным ядром, располагаются барельефы, на которых изображены исторические какие-то эпизоды освоения Сибири. Вот, поставлен он у нас в городе в 97-м году, но самое интересное, что в диаметре он 7 метров. Константин, я с тобой в корне не согласна. Это не самое интересное. Самое интересное, что этот шар, это ещё не памятник. Это макет памятника в натуральную величину. И вот он по-прежнему там с 97-го года стоит, макета. То есть его планировали сделать из металла, но пока он из картона и стеклопластика. А, то есть вот так называемый папье-маше. Ну, понятно. Самое интересное, что вот сейчас предложили этот памятник заменить и поставить вместо него изображение самого Бухгольца. Недавно совсем у нас в интернете запущено было голосование, где людей спрашивали о мечей. То есть как вы считаете, что должно оказаться вместо шара Бухгольца? Предлагали поставить такую же державу, но только исполнить её изначальный вариант из металла. Из металла, наконец-таки, да? Да. Вообще перенести этот шар в какое-то другое место. Ну, или, может быть, поставить скульптуру Бухгольца, которая бы его там изображала. Ну, пока в нашем городе идут споры об этом памятнике, и на самом деле Ивана Бухгольца уже, так сказать, в виде, ну, не памятника, что ли, да, а его фигуру, фигуру в фильме сняли, что ли, да, или как персонаж его? А вот я сейчас предлагаю спросить у нашего телезрителя, который уже первый дозвонился, и, может быть, он расскажет, какую фигуру он увидел в этом фильме. Вместе с нами посмотрел, да? Алло, добрый вечер, представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Станислав. Я посмотрел 21-го числа, когда в первый день этот фильм посмотрел. Вот. Ну, вы меня слышите, да? Да, конечно, Станислав, рассказывайте свои впечатления. Ну, что, фильм слабый, откровенно слабый фильм. Сюжетные линии очень плохо продуманы. Сюжет, вообще слабый сюжет, очень сильно. Характер непроработанный, характер прямолинейный. Фильм из каких-то отдельных эпизодов состоит. Видно, его так нехорошо порезали. Вот. Так, Станислав, хорошо. Но я предлагаю, что вот на такое заявление, да, интересное, должны ответить люди, которые над фильмом работали. Создатели фильма. Да, вам большое спасибо. Продолжайте смотреть наш эфир, потому что вот буквально прямо сейчас в нашей студии появятся люди, которые работали над этим фильмом. Сегодня в гостях у программы «Тот еще вечер» член Союза кинематографистов России, член Академии российского телевидения, генеральный продюсер фильма «Табол» Олег Урушев. Как говорит сам Олег Александрович, на производство фильма он потратил пять лет своей жизни. Два года ушло на сценарий, три – на подготовку к съемочному процессу, кинопроизводство и постпродакшен. Также в студии нашей программы мы встречаем актрису Юлию Макарову. В 2014 году поступила в «Ритти Гиттис», которая окончила в 2018. Юлия дебютировала в кино, будучи студенткой третьего курса. Прошла кастинг на одну из ключевых ролей в исторический сериал Игоря Зайцева «Табол». Как отмечает продюсер фильма «Табол» Олег Урушев, в лице Юлии Макаровой, создатели картины открыли новую звезду большого кино. Олег Александрович, Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и после такого звонка Станислава, в первую очередь хочется спросить, как вы относитесь к критике? Абсолютно нормально. Я не знаю, чтобы что-то всем все нравилось. Кому-то нравится фильм, кому-то не нравится фильм, кому-то нравится книга, кому-то не нравится книга. Кто-то ее не может дочитать, кто-то может дочитать. Это абсолютно нормально. Но вчера мы были на премьере в Сургуте. То есть вы из Сургута к нам прилетели? Мы из Сургута. 12 сеансов в день. Аншлаг. Мы слышали только добрые слова. То есть интерес, спрос все-таки присутствует? Да. Потому что особенно мы и рассчитывали, мы и делаем тур в городах, которые сопричастны с нашей историей. И Омск тоже. Мы уже были в Омске. Нам высказало историческое общество, которое поддерживает Буггольца, что усы в нашем фильме Буггольца короткие. Они вообще на самом деле длиннее. Ну, наверное, кто видел. Олег Александрович, сегодня мы тоже в кино слышали Буггольц, но мы привыкли говорить Буггольц. Все-таки почему именно такое ударение? Ну, вот наши редакторы фильма пришли к тому, что правильно Буггольц. То есть о фильме звучит Буггольц. То есть все-таки омичи были правы. Не зря все такие основатели. Вы сегодня заговорили о книге. И я вот хочу показать телезрителям то, что вы сегодня пришли не с пустыми руками, а с очень красивыми книгами. Да, вот мы издали такую книгу, чтобы ответить всем историкам-любителям, историкам-профессионалам, их такое количество, мы взяли за основу и опубликовали впервые многие документы из архива России. Тут есть фоксмельная подпись Петра, Гагарина. И она только что была издана в Тюменской типографии. Шикарное издание. Поэтому мы его дарим, разыграем во время нашей встреч, творческих встреч. Разыгрываете, да? И сегодня разыграем? Да, давайте разыграем, конечно. Так, Олег Александрович, тогда давайте зададим нашим телезрителям вопрос, на который они должны будут ответить и забрать вот эту чудесную книжку. Ну давайте самый такой простой, может быть, вопрос для разогрева. Такой размер обуви был у Петра Первого? Итак, 695-644, телефон прямого эфира. Какой размер ноги был у Петра Первого? Звоните, называйте цифру и забирайте вот такую книжку с красивыми иллюстрациями. Кто читать много не любит, сразу скажу. Макарова, которая сидит у нас в студии тоже, да? Несколько страничек посвящено. Да, у нас как бы исторический документ, историческая статья и актеры, их воспоминания о съемках и замечательные фотографии Семёра Коньева. То есть и история, и бэкстейдж, да? Да, да. То есть вот мы хотели сделать, чтобы наш все-таки и фильм, и книга нравились прежде всего молодому зрителю, который ходит в кино. Но на удивление, вот на премьере в Перми была моя мама, ей 82 года, и мой папа, 86 лет, им тоже понравился фильм. И я думаю, что он тут, у нас все-таки, мы угадали с аудиторией, он интересен любой аудитории. Вот. Ну, а когда мне говорят о глубине характеров, мне хочется смеяться, поскольку жанр нашего фильма «Истер». О какой глубине характеров можно говорить? Мы изначально создавали, будем так говорить, это экшен, красивый, хороший. В нашем фильме уникальные сцены экшена, которые сделаны замечательной каскадирской группой. Я об этом хотела спросить, потому что джунгары у вас как ниндзя, они летают, стреляют из лука. Это режиссер-постановщик трюков, Джей Док, группа Нормад из Казахстана. Они работали на «Викинге», они вообще сегодня сильнейшие вот у нас здесь, они работают и в Голливуде. Вы увидите абсолютно голливудский уровень экшена. Поэтому нам за наш фильм абсолютно не стыдно, но, естественно, за глубиной образов не к нам. Олег Александрович, у нас есть сейчас звонок, давайте послушаем ответ, быть может он правильный. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Меня зовут Ирина Киреева. Очень приятно. Размер ноги у Петра Первого был тридцать седьмой. Это верно? Практически. Тридцать восьмой. Ну, засчитаем, я думаю, очень близко, сложно было Тем более, мы уже правильный ответ сказали. Ирина, вам аплодисменты, вы большая молодец, забирайте вот такую книжку, не кладите телефон, вам расскажут, где и как вы сможете ее забрать. Ну, у нас есть две книжки, быть может, мы еще и вторую разыграем? Нет проблем. Есть у вас на вооружении какой-то вопрос еще? Ну, давайте, наверное, тогда все-таки зададим такой вопрос. А кто вот эти карты нарисовал, которые у нас лежат на столе? Итак, 695-644, розыгрыш у нас продолжается. Назвать нужно имя автора, кто же нарисовал вот эту карту. Этот автор этих карт, он первый нанес Омск на карту России. Так, давайте я еще раз ее покажу. Крупно вот эта карта. Ну, это как бы одна из карт, которые сделал этот человек. Ну что, а я тогда предлагаю сейчас посмотреть небольшой трейлер фильма, чтобы дальше уже предметно можно было о нем разговаривать. Есть у меня для вас служба. Мирный поход в пограничные пределы за золотом. Ты кто? Поручик Демарин. Пойдешь на Табол? Я Семен Ульянч, прибыл с экспедиции. Золото будут искать. Город Еркент. Где это? На границе. Злая калмыцкая степь. 14 недель идти. Эти русские расстояния держат нас в плен сильнее оков. Но я точно буду свободным. Вернусь домой в Швеции. Бать, я в рекорду записал. Чего, дурак? Решено все. Чего? Я в поход пойду, батя. Отходим! Банька, загоняй! Марь, Семен, что вы меня позорите-то, а? Я вас прошу, идите домой. Хочешь на свободу? Когда доберетесь до Джунгара, ты перебежишь к ним и передашь золото, которое я тебе дам. В аргументер едет, братцы! Русские, сговорились с Китаем и нанесли удар нам в спину. Ты пришел ко мне с войной! Нам не нужна война. Он предал всех нас. Это знак есть причина война. Губернатор не мог ослушаться царя. И что теперь делать? Надо остановить войну. Такое ощущение, что я вот снова посмотрела фильм. Юля, вот вы сейчас при просмотре этих кадров, что чувствуете? Как вы ощущаете себя, когда смотрите, собственно, на себя? Ну, наверное, потому что это моя первая работа. И на тот момент, когда я занималась Тоболе, я училась на третьем курсе ГИТИСа, я очень критично на себя смотрю, потому что мне кажется, что вот здесь можно было сделать больше, здесь можно было сделать по-другому. Но на тот момент я делала все, что могла, все, что умела. А как вот ваши, может быть, родные или друзья отреагировали? Ну, всегда же вот есть такие мнения, которые самые близкие говорят. Ну, все друзья, есть те, кто как-то поддерживает, есть те, кто говорит какие-то замечания, более старшие, наверное, люди. Родным все нравится, но это понятно. Почему? Почему? Потому что они не причастны к актерской профессии и смотрят на это как-то со стороны. Но в любом случае, как бы вы ни смотрели, да, может быть, чуть-чуть критично, вот здесь нужно было как-то по-другому подать и так далее. Вы все равно смотрите, вы нравитесь себе в общем? Ну, нравится себе в актерской профессии, мне кажется, это... Ну, я самолюбованием не страдаю. Просто есть какие-то моменты, за которые я рада. Что да, вот тут действительно хорошо получилось, но так любоваться собой нет, я не любуюсь. Хорошо, но у нас есть впечатление еще одного телезрителя. Скорее всего, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представляете, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Антон Котов. Я предприниматель. Рад, что дозвонился в телестудию. И хочу сказать огромное спасибо создателям. Вчера был на покаде фильма, забыл, мне очень понравился. И даже больше скажу. В 17-м году «Волю судьбы» вместе с друзьями мы путешествовали на мотоциклах и заехали в Тобольск. И попали, так сказать, на съемочную площадку, как в ночное время посетили, ну, видели все вот декорации, вот этот город, пристройку, так и в дневное время посмотрели. Ну, впервые нам удалось увидеть своими глазами. Непосредственно процесс съемок фильма. И у меня, в свою очередь, вопрос к создателям. А вот эти декорации, да, вот этот город, деревянные постройки, они произвели у нас огромное впечатление. Какова была их дальнейшая судьба? Оставили ли их как культурное наследие? Либо, скажем, как фильм «Апокалипсис сегодня» после съемок их разобрали, либо уничтожили? — Антон, большое спасибо за такой содержательный вопрос. — Удивительно, да, вот так вот Амич отправился на мотоциклах, на экскурсиях. — Вы знаете, Атобольск-то, вот на мотоциклах, на машинах, мы недалеко. Есть какая-то короткая дорога, мне показывали, сразу за Тобольском, говорит, вот здесь направо, и вы там по прямой в Омске. Я говорю, как? То есть не заезжая вот длинный путь на поезде через Тюмень. — Ну вот если заинтересуетесь в действительности, то у нас есть с кем проконсультироваться. — Да, мы действительно приглашаем всех по пути нашего телезрителя последовать. Все декорации целы, это теперь и изначально это был, мы просто входили уже к строящейся музеи, посад сибирских старожил, который построен, вот дом Ремезова, он построен по эскизу писателя Алексея Иванова, а дом Гагарина построен по чертежам томского воевода, это профессор Черная. Вообще очень много исторических документов у нас лежит в основе нашего фильма. И научная работа пленной шведы в России. Это такая неизведанная страница. После разгрома шведов под Полтавой 20 тысяч пленных ушли и были разосланы по России, и в то время в Тобольске каждый третий был швед. И когда мы искали людей на массовку, мы их нашли все в Тобольске. Гены гуляют с 18 века. А сейчас у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, представляйтесь. Вы Геннадий Федорович. Геннадий Федорович, вы, наверное, хотите дать ответ или, может быть, впечатлением поделитесь? Да, я хочу, это только правильно. Потанин, наверное, нет? Потанин? Нет, к сожалению, это неправильный ответ. А ну ладно. Ага, а скажите, вы уже посмотрели фильм или нет? Нет, нет, я хочу посмотреть, что не успел. Хорошо, тогда вас... Приходите завтра, завтра приезжает Лазарев-младший в кинотеатре «Вавилон», будет творческая встреча, которая сыграла замечательно роль Ивана Бугольца. Спасибо вам большое. Вот, кстати, хочется знать, а почему вы выбрали именно Лазарева на эту роль? Потому что нам известно, что... Ну, мы проконсультировались с нашими коллегами, которые с историей... Сестана Лазаревой как раз-таки, да? Да, буквально, но ты. Что все-таки изображение, ну, настоящее изображение, да, Бугольца не существует. То есть как вот вы подбирали актера на эту роль? Ну, вот мы взяли официальный рисунок, который существует в вашем музее. И мы изучили все документы и вся дискуссия по Бугольцу. Мы ее все знаем в Омске. Одна часть историков считает, что Бугольц виноват в этом... в поражении и в разгроме отряда. Другие считают, что не он. Дискуссия продолжается. Эти вот вещи, они действительно существуют у историков. Мы не вдавались, мы не пытались нашим фильмам найти правду, как, чего и что. У нас это прекрасный воин, вот, который такой заботливый отец воин, который помогает своему воспитаннику, молодому офицеру, всем, как бы, родной отец. Поэтому у нас, Иван Бугольц, самый положительный образ. А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Олеся, я хочу дать правильный ответ. Семен Ремезов. Правильно, да. Семен Ульянович Ремезов, один из главных героев нашего фильма. Его играет замечательный артист, народный артист России, Дмитрий Назаров, артист Махата. И он так вжился в эту роль, что вчера просто в Сургуте, он был в Сургуте сегодня, он, к сожалению, и завтра он не сможет быть здесь, поскольку у него спектакли. А к нам прилетит Лазарев-младший, вот именно образ Ивана в угольце-основателя города Омска. А я еще хочу сказать, что тем, кто не посмотрел фильм, как раз таки Юлия Макарова играет дочь Ремезова, Машу Ремезову. Да, большое спасибо вам за ваш звонок. Не кладите трубку, вам расскажут, где вы сможете забрать книжку. Ну, а мы, продолжая нашу беседу, вот я у Юлии хотел спросить. Вот в исторических фильмах очень важно передать атмосферу и дух времени. И, как правило, через какие-то декорации и костюмы передается вот этот вот дух эпохи. Я знаю, что вы в прошлом занимались живописью, вот с точки зрения художника, как вам прорисовка костюмов и вообще вот сами костюмы, в которых вы играли? Ну, я когда только начала сниматься, я каждый раз удивлялась, потому что, опять-таки повторюсь, это первый проект. И, ладно, первый, он такой масштабный, исторический. Там были потрясающие костюмы, у нас был потрясающий художник по костюмам, потрясающие декорации. Про костюмы вообще отдельно, надо сказать, потому что настолько точно, настолько хорошо, как были сделаны вещи, не знаю, ну, как бы я удивлялась, наверное. То есть некое эстетическое удовольствие все равно есть, да? Конечно, конечно. Когда ты в это попадаешь и видишь все вокруг, это потрясающе, мне кажется. А мы слышали, что вы хотели подарить костюм Бугольца нашему Кривичу. Какая-то история с этим связана. Да, мы хотели, пришли в музей. А там, говорят, уже много, что ли, костюмов? Да, они говорят, а у нас уже два есть. Мы говорим, ну, тогда мы не будем вам дарить раз у вас два костюма уже в экспозиции. Он действительно, наш костюм очень похож на этот костюм, который у вас находится, просто как бы копия, ну и там так все уже, вот у вас все это сделано. Если какая-то новая экспозиция, мы готовы подарить костюм Бугольца, вот именно в Омске. Он у нас есть, стоит на Мосфильме, готовы в любой момент отправиться. Но поскольку музей как-то не проявил такой вот инициативы, типа да-да-да, мы хотим, мы так подумали, ну, а зачем добру пропадать, если оно не нужно? Вот так счастье само в руки идет, а мы его отпускаем, как говорится. Так, ну у нас есть еще один телефонный звонок, сегодня буквально шквал. Добрый вечер, вы в прямом эфире, представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий, вы хотите, наверное, поделиться впечатлениями? Да, я на самом деле не успел сходить, но посмотрел трейлер на одном информационном сайте. И, честно говоря, не до конца понял, о чем же фильм. Заглянул на еще информационный сайт и обратил внимание на слоган, который так или иначе подкрепляет фильм. Слоган такой, что значит много званых, мало извранных. Какой же смысл несет это данное высказывание? Это связано с какими-то историческими данными, или это вы сами его придумали? Дмитрий, спасибо вам большое за вопрос. Спасибо, Дмитрий, но вообще-то это из Библии, как бы. Это такой вот выбрал автор романа Алексей Иванов, и мы просто, поскольку мы по мотивам романа Алексея Иванова, мы его вот тоже вынесли. А для того, чтобы понять, надо прийти и посмотреть, ну и прочитать роман «Табол». Ну, если вы еще не читали роман «Табол», я уверен, вам фильм понравится. У нас сейчас такая дилемма, 40 тысяч человек, которые прочитали в стране роман «Табол», они приходят, и они пытаются увидеть весь роман, а его, конечно же, там нет. Потому что роман, давайте это чисто арифметически, это 1200 страниц. А киносценарий, 120 страниц, мы, естественно, все линии не можем показать. Это сейчас мы работаем над сериалом, который выйдет где-то через год, может, полтора. Там будут гораздо больше линий, которые бы существуют. А сейчас мы взяли одну главную линию, главных героев. Это любовная линия Ивана Демарина и Маши Ремезовой. Вот замечательная такая любовная, романтическая история. Другая любовная история, такая шведская. Это ее играет Агата Муциеницы и Андрей Бурковский. Это пленные шведы, которые играют реальных пленных шведов, которые были в Тобольске. Это Бригитта и Ренет. Ренет — это шведский артиллерист, который попал в Тобольск, потом попал в плен Джунгар и вернулся в Швецию, издал карты Джунгарии в Швеции и прославился этим самым. Поэтому в основе каждого какого-то героя лежат исторические герои. Естественно, у нас художественные произведения. И естественно, роман Тобол — это тоже художественные произведения. И не нужно в них искать какую-то историческую энциклопедичность. Но в основе исторические факты. А давайте, может быть, по одному мнению. Почему нужно посмотреть фильм Тобол? Ну, во-первых, потому что в основе фильма, что сегодня редкость, лежит замечательная литература Алексея Иванова. Во-вторых, у нас уникальная есть возможность после фильма дочитать фильм. Прийти, купить книгу и узнать, чем же все-таки закончилась вся история. То есть вот такой культурологический проект. То есть мотиватор такой, чтобы поизучать историю. Есть, но другая — то, что у нас действительно мирового уровня экшен. Это я вам гарантирую. Это уже признано всеми. Только, может быть, еще в Омске не признано. Молодой человек, видимо, не увидел тех масштабных сцен, экшена, которые были сделаны. Это уникальная дуэль на пушках главных героев. Ну и две сумасшедшие любовные линии. Ну и мы создали, я считаю, два образа замечательных защитников Отечества. Почему мы и выходим именно в эти даты. Завтра к нам приходят курсанты на премьеру. Мы очень рады этому. Действительно. И у нас нет такого лжепатриотизма, я считаю. Мы смогли его избежать. И у нас наши герои совершают подвиги, естественно. Поэтому мне наш фильм очень нравится. И поэтому смотрите, и потом читайте роман. Илья, ну а вы как считаете? Ну, у нашей страны потрясающая история. К своему стыду, до того, как я начала сниматься, я не знала о плененных шведах, о покорении Сибири. И мне кажется, что просто ради истории России, ради истории города Тобольска, замечательного города, стоит сходить и посмотреть. Ну, а я предлагаю вместе с вами подвести итоги нашего голосования, который мы в самом начале программы запускали, и посмотреть, для чего же амичи считают нужным посетить все-таки фильм. Итак, большее количество людей считает, что нужно поддержать российского производителя. Это 54%. Мы благодарны вам. Действительно, сегодня российское кино на подъеме. И вашу поддержку мы чувствуем. Мы действительно ее чувствуем. Спасибо огромное. На самом деле, чтобы сравнить с книгой, всего лишь 15%. Так что их меньшинство... Ну, потому что я вам сказал, и прочитал это во всей стране, продано 40 тысяч книг, поэтому... Еще 200 страниц оселить, знаете ли, время нужно. Да, я согласна, конечно. Но я и говорю, что вот, когда там Алексей чего-то возмущался, я говорю, Алексей, наш фильм, это большой рекламный ролик твоей замечательной книги. И если люди захотят после фильма ее купить и прочитать, мы только будем рады и счастливы. Поэтому амичи история рядом с вами. Тобольск совсем недалеко, и вы можете на самом деле поехать и ощутить, и увидеть, что это... Спасибо вам огромное, байкеры. Вам огромное спасибо за то, что сегодня пришли прямо с самолета к нам сюда в программу. А завтра в Вавилоне творческая встреча с Юлией Макаровой. Заметьте, это будущая звезда, я вам гарантирую, как продюсер. А еще приезжает уже реальная звезда Александр Лазарев-младший, который 20 лет играет роль Петра Первого в Ленкоме. Но мы ему не доверили эту роль, а доверили именно Ивана Бухгольца. То есть, чтобы была параллель и внутреннее ощущение, что и Иван Бухгольц тоже сопричастен с Петром. Это точно. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Ждем на примере. Знаешь, Алена, мне кажется, что Олег Александрович сейчас так вкусно рассказывал про фильм, что просто у всех амичей, кто еще его не посетил, не осталось шансов. Да, 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 точно родилось желание, если не сегодня, то завтра, послезавтра отправиться и посмотреть этот чудесный фильм. Я всегда думала о том, что не важно то процентное соотношение достоверности в фильме, ведь самое главное, это история сама такая вот про любовь, про наш край. И в действительности потом, придя с фильма, можно почитать книгу и узнать что-то такое настоящее, достоверное. На самом деле, я вообще себе взял за практику, что можно, в принципе, сравнивать и фильм, и книгу. И сейчас уже тоже продолжаю вторую книгу дочитывать, а потом планирую пойти на фильм. Ну, на этом наш эфир подошел к концу. Мы считаем, что для нас он был точно полезным, и надеемся, что для вас тоже. Поэтому мы приглашаем вас завтра в эту же студию в 19.00. Мы будем разговаривать о еще более важных вещах, о которых сегодня мы еще не поговорили. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам вечера и до завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!